привет дорогие друзья с вами канал дубровский и хвост канал о походах собака не только и не только у нас есть рубрика обзоры моего барахла сегодня не моя барахло мне последнее время активизируясь подписчики и вот один из них решил прислать мне топор на обзор как сказал мол так ты стремя тотя фискарс то еще какой-то там заморский это ну попробуй наш украинский уцем рукоятка не по моему не родная вот он же сделал красивую такую рукоятку гладенькая да чувствуется обрабатывал хорошо так красиво получилось уцем made in ukraine ну что ж пойдем испытывать я решил не просто испытывать а еще и сравнить для себя и для вас удобства двух разных типов топоров моем арсенале был швейцарский армейский топорик с удлиненным топорищем видос про это есть как я удлинял то прошелся по ближайшей балке и нашлось нам пути место с ветровалом богатым на разной толщины ветки здесь и решено было остановиться для испытаний согласитесь ветви старого плена прямо такие просят разместиться именно здесь сразу предупреждаешь я рубака еще тот поэтому неопытной публике не советую повторять за мной увиденное также рекомендую не пренебрегать защиты я там допущу несколько страшных ошибок которые могли бы привести меня к серьезным посредством для здоровья обычно мне не приходится рубить вертикально стоящие деревца но испытать топор стоит и вертикальной рубки вот и веточки подходящие начнем с моего топора перед работой стальные ребятки одежку лучше снять разница голов по форме очевидно мой швейцарский армейский выглядит как выкидыш шведского валочника а у цм как классический плотницкий как сказал гагарин поехали только место освободим вот чуть не сандальнул по касательной в колено рука то как-то сама увела топор уже в движение пока не очень теперь у цм обращу внимание на заточку прям сканди спуске мой с линзой вот рублю и ощущаю как он бодро входит в древесину но вес выше вот сравним внешние отличия раунд два горизонтальная рубка у цм заточка у меня есть продавец как вы помните с обзора обзор будет линзована раунд три поперечная рубка ветки одной рукой для костра то есть для нарубывания дровишек для костра пока у цм легко берет дровишки теперь мой и как видим приблизительно одинаково но мой поднимать одной рукой легче скажу так хнилая ветка дальше пошла и обратно попробую цм легко и быстрее и 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 Почесать бревно. УЦН для этого и создан, а вот швейцарец с линзой не особо. Далее мне для тента понадобятся колышки. Нет, своим я проделывал это раньше, возможно это делать, но так. Такси к удовольствию. Шесть попробуем стружки наделать по ходу дела. Шесть попробуем стружки наделать. Как видим, и забивать колышки ими хорошо. Но изначально обухи у них разные, у ЦМ опять-таки более короткие, но при этом более широкие. То есть площадь в принципе более удобная для забивания колышков. А он таки лучше. Понятно, площадь-то как молодой. Ну и еще пару хитростей попробую провернуть. Ну и попробую конечно же продольную рубку. А теперь еще одну фишечку. Пушкрафтерскую чисто. Это воткнуть топор и настрогать стружки. Воткнуть топор и настрогать стружки. Ну как видим, не очень-то получается. Что тем, что тем. Да. Воткнуть топор и настрогать стружки. Ну, какую-то стружку сделаю, как будто не хороший противный фон. А вот этот, оооо, а то он топор, нормас, хе-хе, стружку делаю. Ничего-ничего, мы скоро. В целом, не жалейте его, всего-то, все эти съемки, как бы вот на ходу. Ну, плюс я там обрезал, конечно. Около мы здесь находится на два часа. Тесовая температура за бортом не замерзнет. А отпустить не могу, вот буквально тут на вытянутую руку здесь норы в этом месте. Старые они или не старые, проверять не хочется, потому что мне нужно еще по светлому дню и убежать домой обратно. Ну, пока ждем кофеечек, заваривается. Ну, и вот пока заваривается мой кофеечек. Что я вам скажу по итогу. Знаете, когда-то я смотрел обзор на этот топор, не конкретно этот, а топор УЦМ и немножко меньше. И парень, я, наверное, ссылку оставлю, мне не жалко. Я на него когда-то был подписан, смотрел, потом как-то перестал. Ну, бывает. Вот, он его назвал Убийца Фискарс. И у него был маленький УЦМ, чуть поменьше. Это УЦМ универсальный получается, по-моему, да. Тяжеловат. Тот поменьше, где-то, вот если бы их смеси сравнить, да, с этим топором, было бы, может быть, даже лучше. Может, даже кто-то из них уже выиграл. Изначально, конечно, разная форма. Ну, и получается, что вывод какой. Конечно же, конечно же, ожидабельно. Тот, кто сразу превьюшку увидел, сразу думал, может, и не смотреть, кто шарит. А кому интересно, посмотрели, да, я надеюсь, поставили лайки уже и написали свой комментарий заранее. Вот. Поэтому, да, такая классическая форма для леса, для всяких работ. То есть, на том, да, универсальный. Он лучше. И, получается, именно в сравнении с этим топором этот уже, он сделан как форма, как валочник. Но он коротковат для валочника. То есть, не очень для валочника и даже подходит. Но я тогда брал, потому что мне сам вид его такой скандинавский, или, как это сказать, немецкий, понравился. Вот очень хотелось. Давно, когда облизывался, вот и взял. И, в принципе, я им колю дрова постоянно. Нормально, нормально. То есть, раскалывает он, будь здоров. Но, вот, в плане там срубить веточку на весу, там еще что-нибудь. Это нет, это не к нему. А этот товарищ, видите, срабатывает и хорошо. То есть, за счет своих... Во-первых, у него лезвие больше длиннее. То есть, скорее всего попадешь, да. Так как хозяин его, еще и заточил его в сканди-спуске, да, получается. Ну, или как классические... Ну, не сканди, но топорные спуски, вот эти под углом. А у меня линза. То им можно и тесать, и все остальное. Конечно, свой тоже можно мне заточить, убрать линзу. Но я так пытался, ручную не получалось. И стоит литер, думаю. Потому что, убрав линзу, я, возможно, сделаю так, что он и так у меня выкрашивается. Кстати, да, выкрашивается. Пару раз попадал там, по что-то твердому. И он начал выкрашиваться. Очень сильно. Этот, конечно, новенький. Поэтому у него еще все впереди. Но я хозяину его верну. И надеюсь, что у него прослужит долго и без сколов. Насчет того, что он кованый. Да, выглядит как кованый. Вот эти потеки, какие-то заливы. А может и нет. Я не соображаю, конечно. Я не профессионал. Это как раз был обзор, сравнение непрофессионала. Чувака, который никогда не ковал. Да и точить особо не умеет. Но вот как пользователь. Вот как пользователь. Чувствую, что, конечно, конечно, этот товарищ удобнее. Но в плане помахать, поколоть дрова, мой немножко лучше. Немножко, немножко. В целом, конечно, у этого, по сравнению, у этого баллов больше будет. То есть в этом ролике я чувствую, что он победил. Хотя, с собой бы я, наверное, его в лес бы все-таки не брал. Почему? Потому что для бушкрафта я бы использовал нож, все такое. А колол бы там дровишки, скорее всего, вот этим товарищам. Но, с другой стороны, честно, да, вот видите, пока еще вагаюсь, но все-таки преимуществ, или раз это украинский топор, скажем, перевах, у него больше. Да, я заговорил по-украински, а не ты. Хе-хе. Ну, да. В принципе, за свои, тем более, за такую цену, за свои деньги, как говорят, топор отлично работает. Мой еще и дороже, получается, настолько же. То есть за цену этого топора можно купить почти что два таких. Ну, не два, а то полтора. Ладно. Я думаю, если для выходов вот таких в лес, там, типа по бушкрафту зимой, то, конечно, наверное, да, стоит взять вот тот УЦМ поменьше. Поменьше именно туристически. Им можно забивать колышки, все удобненько. Ручка, ну, правда, деревянная классически. Ну, можно ее заменить, да. Все у того парня в обзоре, кстати, есть. У меня просто, мне для души приятней была сама форма вот этого топора. Не знаю почему, почему-то понравилась необычная такая. А нет вот этих, как раз мне почему-то с детства не нравилось вот такой широкий охват, получается. Такой, ну, сильно он и в рюкзаке он не сидит, потому что углы большие, надо к нему все большое, получается. А этот более компактный, получается, так. Ну, это же был швейцарский, армейский. Швейцарцы как-то вот это рассматривали как маленький топорик, ну, не основной, да. Для колки дров он, вот, колоть чисто для колки дров он у меня. О, что там, мыша? Поэтому в данном ролике я считаю победителем все-таки УЦМ. Это не предвзято, потому что мне за рекламу УЦМ никто не заплатит, топор вообще не мой. Это именно дал мне подписчик, еще раз спасибо, на обзор. Это то, что тут все время. Я, в принципе, подумаю, может себе такой взять или поменьше. Вот для таких вот выходов, там, типа по бушкрафт. Но пока что буду юзать свой, мне он по душе, как бы, по своим параметрам. Вдоль колет на раз, так колет хорошо, именно дрова колотим хорошо. Для этого, в принципе, я его и брал. Больше по таким задачам. Фух. Ну, а на этом все. У меня тут остывает кофе, кофе никак не заварится. С вами был канал Дубровский Хвост. Надеюсь, увидимся в следующих видосах. Пока.